Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для BuildAbout. Для этого нам потребуется сам скрипт и чит. Получить их можно очень просто на моем личном сайте. Также ссылка на него будет в описании. Перед началом убедительная просьба. Кому не сложно, кому не лень. Нажмите хотя бы на одну из этих реклам. На сайте побудьте буквально секунд 10-15 и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт в дальнейшем работал, функционировал, обновлялся. И так далее. Так, что значит нам нужно? Если у вас нету чита, переходим во вкладку Exploits. Ждем, когда загрузится. И здесь скачиваем чит любой, который вам понравился. Splash либо Star. В сегодняшнем видеоролике я буду показывать Star. Напомню, что Splash используется с ключ-системой. А Star без ключ-системы. Ну, короче, какой вам больше нравится, тот используйте. Идем дальше. Возвращаемся обратно. В поиске пишем Build About For Thresher. Нажимаем поиск. Так. Теперь, что нам нужно? Нажать на кнопочку скачать. Буду показывать скрипт, где 108 скачиваний. Вот самый первый. Больше же их нету. Или есть еще? Ну-ка. Секунду. Просто я до этого смотрел, их было больше. Ну-ка. Да, получается их всего лишь, скорее всего, два. Хотя должно быть больше. Сейчас давайте страницу обновлю. Что-то тут не так. Надо будет, если чего, эту проблему пофиксить. Ладно. Короче, не суть. Значит. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее. Еще раз нажимаем скачать. И вот показывается скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее. Заходим в Roblox. Запускаем чит. В настройках включайте VRDevts, потому что скрипт этот работает на DLL от VRDevts. Также работает на Cronel и других. Но самое главное то, что он работает на VRDevts. Потому что VRDevts без ключа. Нажимаем Inject. И ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все отлично. Inject прошел. Вставляем сюда скрипт. Сам чит. И нажимаем кнопочку Exclude. Ждем, пока он загрузится. Все. Вот он появился. Я почему-то умер. Ну ладно. В принципе, не суть. Так. И давайте покажу. Самую первую функцию. Это Water God Mode. Включаем ее. То есть, теперь, когда вы будете наступать на воду, вам не будет наноситься дамаг. Сейчас вам это продемонстрирую. Также автофарм здесь тоже работает. Все, в принципе, прекрасно. Сейчас вам покажу, как он тоже работает. Так. Заходим в воду. И, как видите, дамаг мне не наносится. Отлично. Так. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Выключаем эту функцию. И включаем автофарм. Все. Как видите, автофарм начался. Меня постепенно телепортирует на локации. И после локации соберется автоматический сундук. Ну, то есть, не телепортирую. Скорее всего, просто лечу. Но телепорт, то есть, полет работает с помощью телепорта. То, что, вот, как видите, у меня персонаж немножко тп хается. Вот. Это сделано для того, чтобы автофарм работал. Потому что, если просто лететь до сундука, то автофарм работать не будет. Все. Как видите, сундук у меня собрался. Отлично. Сколько мне голды дадут? Так. Дали какой-то блок. Слайм блок, скорее всего. Давно уже не играл. Не знаю, что это за блок. И голду. Да, голду дали. Отлично. 105 голды. И, как видите, сразу же после этого опять начинается автофарм. Чтобы его выключить, вам нужно его выключить в самом скрипте. Сейчас я умер. И зареспаунись, и автофарм закончится. Все. Отлично. Еще голды немного дали. Отлично. Следующая функция – это автопокупка частов. То есть, заходим в меню и смотрим, на какой сундук мне хватает. Вот давайте, допустим, откроем ражный сундук три раза получается. Открывается он очень быстро, то есть покупается. Как видите, у меня сразу же списалась голда за три открытия сундука. Как видите, все работает, все прибавляется. Отлично. Конечно, не знаю, сколько долго эта анимация будет идти. Ну, давайте подождем немного. В принципе, особо никуда не торопимся. Довольно много предметов выпадает. И, если я не ошибаюсь, это, скорее всего, наверное, с одного сундука. Или сразу с трех. Точно не знаю. Все. Отлично. Смотрим. Да, все, эти предметы ко мне добавились. Получается, в инвентарь. Раньше у меня их не было. Так, идем дальше. SP. То есть, вы можете смотреть других игроков на карте, где они сейчас находятся. Также расстояние до них пишется, сколько. И, как видите, сейчас они все находятся на спауне. Player SP. Ну, в принципе, это и так Player SP. Только не знаю, почему он сразу так показал. Также, получается, трекер есть. Эта линия до них проводится и пишется, сколько метров. Name – это название. Ага, это можно выключить. Понял. И Box SP. Так, ладно. Давайте тогда выключаем эти функции. В принципе, они не особо важны. Также, как я понял, можно тп-хануться на зоны. Допустим, на Green зону можно тп-хануться. Это к зеленым на Black. Так. И на красной зоне сейчас кто-то есть. А Red зоны почему-то я не вижу. Странно. Ну, ладно, давайте на синих тп-хануться. И, как видите, здесь игрок есть. Идем дальше. Music. Здесь какой-то фокс, пингвин есть и чикен. То есть, получается, можно стать животным каким-то из этих предложенных. Ну, в принципе, довольно прикольно. И, кстати, скорость бега стала побыстрее. Так. Теперь. По нажатию вот этой функции. Enable Walk Speed Jump Power. Вы не можете ни прыгать, ни бегать. Как видите. Выключаем ее. И почему-то тоже не могу бегать и прыгать. Окей, давайте сделаем Reset. Не знаю, как точно эта функция работает. Ну, да ладно. А, скорее всего, я понял, как она работает. Значит, где скорость. Здесь нужно написать. Значение. Так, давайте опять включим. Вот. Теперь могу написать. Давайте скорость, допустим, 100 напишем. И Jump Power. Ну, тоже давайте 100. Ну, почему-то не дает нажать. А, вот. Все отлично. Да, как видите, скорость прибавилась. И высота прыжка тоже прибавилась. Отлично. Выключаем эту функцию. Но она все равно работает. Ну, короче, как-то криво, но работает. Бесконечный прыжок. Как видите, работает. InVisCam. Не знаю, как эта точно функция работает, но... Не знаю, работает она вообще или нет. Но вроде работает. Типа должна как-то камера, по-моему, отдаляться. Но что-то ничего не происходит. Окей. А, No Clip. Проверяем. Нажимаем на N английскую. И он работает. И я умер. Прикольно. И также No Clip на G есть. Два No Clip получается. На какую кнопку вам удобнее, на ту и делайте. А Fly давайте проверим. Да, Fly тоже работает. Все четко. Антилаг. То есть, если у вас лагает, вы можете нажать эту функцию. Телепорту Random Player. Давайте проверим. Да, тоже работает. Топахнулся к какому-то игроку. Сервер Hop. Это, получается, перезаход на другие сервера. А Rejoin. Это просто перезайти один раз. А сервер Hop. Вы, короче, много раз перезаходить будете на разные сервера. А, ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик и сам скрипт, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также пользуйтесь сайтом. Напомню то, что ссылка в описании. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok